Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Все так же 15 июля. У меня на столе черноплодные томаты. Два сорта новинки, которые в этом году появились у меня впервые. Вот кофе с молоком номер 481 и номер 507 черный барон. Почему я их вместе дегустирую? Потому что они по описаниям, ну идентичные можно сказать. Этот эндотерминатный, и этот эндотерминатный, этот темноплодный, черноплодный, и этот темноплодный. У этого заявлено вес плодов 150-200 грамм, и у этого черного барона тоже 150-200 грамм. Все, вот по этим основным характеристикам они схожи. Но различия я скажу сразу вам сейчас. Вот если черный барон, он завязал плоды именно такие, как описывались, 150-200 грамм, то у кофе с молоком, я в предыдущем говорила обзоре, плоды до 300 граммов были на первых кистях, независимо от того, что лето было жаркое. И смотрите, они разделяются еще внутренностями. У этого, у кофе с молоком, вот так с нежинкой, как обычно, а у черного барона интересное расположение вот этой окраски, вот это малиновое пятно расползается по лабиринту. Я думала, что это случайно. Не хотела все разрезать, они еще не совсем дозрели, но все-таки решила разрезать еще одну. Тоже, смотрите, какой лабиринт красивый. Именно лабиринт, и начинает краснеть вот по таким походам лабиринта. Сейчас еще одну разрежу. Ну, а вообще, если описание, я уже почти все сказала, он индотерминатный. Конечно, и посынкование, и подвязка ему обязательно нужна. И еще потом, еще различие, что вот этот кофе с молоком предыдущий, о котором я говорила, он указывается как холодостойкий, потому что это сибирский сорт. А черный барон, говорится о нем, что он в средней полосе России, но и у нас в сибирском регионе, он выращивается. Нужно его выращивать в теплицах. Среднеспелый, куст крепкий. Под 2 метра в теплице он будет. На улице, конечно, ниже в 2 стебля формируют. Ну, я уже говорила, подвязка посынкования. Плоды плоскоокруглые, коричневого цвета, некрупные. Для салатов. Ну, конечно, вот такие черноплодные томаты, они больше для салатов. Хотя назначение указывает производитель универсальное, можно и салаты, и во все заготовки. У меня первый год, только первые кисти поспели у черного барона. В течение лета, если будет время, я, конечно, еще раз его вам продегустирую. Но вот пока, по сравнению с кофе с молоком, я вам показала и схожести, и различия. Кофе с молоком крупнее плод образовался. Кофе с молоком можно в открытом грунте, а это для теплиц. И, а, я забыла же покушать. Вот по этим характеристикам я уже понимаю, что мне-то больше подходит кофе с молоком. Вкус вообще сладкий. А на вкус, кстати, вот этот более сладкий, чем кофе с молоком. Вот вам и схожесть, вот вам и различия. Кофе с молоком немножко мне, как чуть-чуть нотка кислинки была. А здесь нету вообще даже кислости. Но я все-таки думаю, что все вот эти черноплодные, когда они поспеют до конца, то они будут все сладкие. Так, что-то я вам сказала сейчас, что расцветка лабиринтов, а не у всех. Вот смотрите, а этот по обычной схеме. Значит, это не сортовая у нее характеристика, просто такие. Вот такой томатик. Это черный барон. Тоже новинка у меня. Я после того, как несколько лет назад первый раз у меня появилось индийское мясо и крымский черный, когда я раскушала, что черноплодные такие сладкие, я теперь начала собирать другие черные сорта, пробовать. Про черных принцев у меня спрашивают. Но так как я их села в последнюю очередь, я же ждала, мне там с того, с той области прислали, с того района прислали. Я хотела все сразу их собрать. И у меня еще они только-только начинают спеть. О них ничего сказать не могу. Не дегустировала ни одного еще. Буду дегустировать, обязательно все вам покажу. Все, вот это черный барон. Сладкий, но плоды не крупные, 150-200 грамм. И для выращивания вот в нашем регионе рекомендуется для теплиц. Все, до свидания.